Друзья, всем здравствуйте! Вы на канале Круговорот Дача Огород. Рад приветствовать гостей и подписчиков моего канала. Друзья, сегодня в этом ролике мы покажем вам те цветы, которые мы будем сеять в феврале месяце. Сегодня у нас начало февраля, можно сказать, пятое число, и мы делаем такой небольшой обзор. Обзор мы будем делать по вот такому списку. В первую часть списка попадают цветы, которые нужно посеять в первой половине февраля и вторая половина тех цветов, которые нужно посеять во второй половине февраля месяца. Ну начнем с того, друзья, те цветы, которые вы не смогли, не успели посеять, допустим, в январе, их можно посеять в начале февраля до середины месяца. Еще что нужно учитывать? В первую очередь нужно посеять все ампельные цветы. Это Это может быть ампельная петуния, это может быть бакопа ампельная. Всевозможные ампельные сейчас цветы появляются. Это может быть, например, виола ампельная. Потом у нас еще есть, кроме бакопа, еще есть, например, дихондра ампельная. То же самое, сейте побыстрее, потому что эти все растения медленно растут. Во-вторых, все ампельные цветы нужно формировать, чтобы был пышный приземистый кустик с большим количеством побегов свисающих. Дальше, друзья, какие еще нужно цветы посеять в начале февраля? Это все цветы, которые медленно растут и развиваются. Сейчас подробно об этих цветах мы поговорим. Что нужно еще учитывать при том, когда нужно сеять? Какие сроки? Потому что многие начинают выращивать цветы. Некоторые будут выращивать цветы те или иные в первый раз. И в сроки нужно угадать. Друзья, а кто, например, сеет уже много лет, как и мы, мы обычно используем вот такую вот тетрадь, записную нашу шпаргалку, когда какие цветы мы сеем, мы каждый год записываем в эту тетрадь. И нам становится легче, например, уже подсмотреть в нее и знать, в какой именно день мы начинаем сеять. В феврале или, например, в середине февраля. Все это влияет на дальнейшее хорошее выращивание цветов. Мы живем в Волгограде. У нас в мае месяце, в начале мая месяца мы уже можем высаживать свои цветы, свою рассаду. А если у вас, например, высадка идет, например, рассады в середине или, например, в конце мая, то вы опять должны посеять все цветы, которые я перечисляю, на 2-3 недели позже от моих сроков. Еще что хотелось сказать. Мы одним посевом ничего не производим. Мы делим посевы на 2-3 части. Первый посев у нас идет ранний. В дальнейшем мы делаем посев через 10 дней. Идет средний посев. И третий обычный посев, это в конце мы делаем, чтобы вся рассада постепенно развивалась. И мы ее потом пересаживаем, пикируем, пересаживаем. Все это постепенно происходит. Здесь у нас газание, я недавно сделал пикировку. Смотрите, как себя чувствует, отлично. Недавно взошел вот такой вот львиный зев, который я тоже буду сеять в феврале. Этому львиному зеву 8 дней от посева. Посмотрите, на третий день появляются уже всходы. Семена мелкие, мы их не присыпаем. И так же, как и петунию, сеем поверхностными бороздочками. Вот как у львиного зева появится 2-3 настоящих листика, мы будем производить пикировку. Сейчас мои растения еще находятся вот так вот в небольшом укрытии. Я постоянно открываю, проветриваю. На ночь обязательно прикрываю, чтобы не пересушить верхний слой почвы. А на первом этапе все растения, особенно цветочные, они нуждаются в этом. Потому что стебель у растений очень мелкий, тоньше волоска бывают сходы. Если пересохнет моментально верхний слой, вслед за этим попадают пересохнутые наши растения. Дело в том, что на некоторых растениях еще полностью растение не сбросило семенную оболочку. Мы им даем небольшой шанс это сделать. Пока мы используем такие вот распылители, слегка увлажняем поверхностно. Но в скором времени мы будем уже поливать по бороздочкам. Это для того, чтобы корневая система самостоятельно развивалась и искала влагу. Тем самым корневая будет развиваться лучше у растений. Ну а теперь давайте начнем. Когда же посеять, допустим, всем известный цветок, это петуния кустовая, друзья. Кустовую петунию мы начинаем сеять примерно в конце января и сеем до февраля месяца, до конца февраля. Проходит примерно у нас срок посева, это где-то ровно месяц. Вот мы до 20-го числа февраля месяца обычно всю кустовую петунию сеем. И вот этот крайний посев, 20 февраля, у нас зацветает где-то через 2,5-3 месяца. Это где-то с 15 мая у нас начинают цвести эти кусты. Вам советую рассчитать сроки посева петунии кустовой, да и вообще любых однолетних цветов кустовых, где-то за 2,5-3 месяца. Сейте не раньше, рано сеять не надо. От своих, именно условий, от своих регионов это многое зависит. Ну давайте, что же посеять в первой половине. В первой половине желательно посеять гелиотроп, газанию, дельфиниум. Вот посмотрите, как они выглядят. Многие, конечно, знаете, что дельфиниум бывает, ой, он очень разный. Всевозможная расцветка. Вот дельфиниум мы будем в скорости сеять. Это может быть на следующий день или через 2 дня мы начнем сеять дельфиниум. Газанию и гелиотроп мы уже посеяли. Газания отлично проросла, гелиотроп, конечно, не весь. Бывают 100% семена не прорастают. Это уже бывает не от нас зависит, от фирмы зависит, от свежести семян во многом тоже. Также посеяли тагетис, вот такую вот бархатку посеяли. Тайшан, это крупная такая бархатка с крупными цветами, но мы уже посеяли. Также лучше всего посеять в первой половине февраля гехеру. Такая гехера, она бывает разноцветная. У нее в основном ее хвалят за ее листву. Сами листья очень привлекательны, на любом садовом участке смотрятся. Это многолетний цветок. Также посеять, не торопитесь, вот такую вот мышанку, это коврик, зеленый коврик, он цветет белым. Для письки горок подходит. Растет прекрасно между камнями, зимует, но зимует она с укрытием. Без укрытия она промораживается, потому что у нее поверхностная корневая система. Друзья, сеять скоро будем вот такую прекрасную лобелию. Лобелию мы сеем весь месяц. Начинаем первую партию сеять где-то в начале февраля. После мы делаем второй посев в середине февраля и в конце февраля сеем. Если вы живете в северных регионах, можно начинать сеять в начале марта месяца. Не торопитесь, потому что лобелия сильно быстро вытягивается. Вот такую вот белую в этом году тоже будем сеять. Ее можно посеять, знаете как, посеяли и высаживать, например, чисто синюю лобелию и делать из нее ручеек синего цвета. Она очень красивая. Можно в шахматном порядке. Белая, синяя, белая, синяя. Будет тоже украшать. Растет она примерно в высотах где-то 15 сантиметров. Шариком мы ее пикируем пучками. Но об этом я тоже вам покажу, как мы это делаем. Также вот такую сальвию сверкающую. Она бывает разноцветная. Красная самая красивая, самая яркая. Но бывает красно-белая, желто-красная. Бывают двойные оттенки. Бикалор называется. Тоже хорошо смотрится. Дальше, конечно, друзья, мы посеяли в конце января вот такую вот вербену. Какая-то часть семян у нас осталась. Мы посеем до середины февраля месяца. Вот такую прекрасную разноцветную вербену. Шикарно украшает. Любой садовый участок. Ну, конечно, мы подходим к гвоздике. Вот такая гвоздика бывает белая, бывает красная. Это у нас, друзья, многолетняя гвоздичка. 15 сантиметров высотой. Почвопокровное растение. В любом саду на светлом участке растет. Достаточно ей дневного света. Конечно, если будет еще и солнышко попадать на этом участке, будет еще лучше цвести. Ярче будут цветы. Неприхотливое растение. Советую всем. Дальше мы посмотрели травянку. Вот мы о мне сейчас говорили. Травянка, гвоздика. Также посеять можно китайскую гвоздику. Также будем сеять анюту. У нас еще остались семена. Вот виолу можно посеять. Она бывает разная. Бывает высокорослая до 40 сантиметров. Бывает низкорослая. Вот такая вот. Представляете, какая виола красивая. Расцветка всевозможная. Невозможно угадать, какого цвета будут. Особенно, если смесь окрасок вы покупаете. Так, у нас, друзья, агератум синий. Но он бывает разноцветный. Поверьте, это на любителя. Посмотрите, какой он красивый. Бесподобные у нее цветы, у агератума. Высотой где-то 20-25 сантиметров. Это однолетнее растение. Цветет вообще, например, агератум. Все лето непрерывно до мороза, друзья. Но все однолетние цветы похожи по своей природе. Они цветут непрерывно. На то они и однолетние цветы. Но бывают исключения. И многолетние цветы тоже цветут непрерывно. К ним относятся много цветов. Многолетние цветы бывают разные. Вот, например, лаванда, будлея, дельфиниум. Он цветет. Обрезаете соцветия. На этом вновь появляются новые соцветия. И так непрерывно цветут. Друзья, кому понравится ролик, станет полезным, ставьте лайки, оставляйте комментарии. По возможности буду на них отвечать. Также хочу сказать, кто хочет, например, вырастить вот такой бесподобный мемолиус. Его еще называют губастик. Посмотрите, какие яркие цветы. Он считается леопардовый. Мы стараемся вот такие семена покупать русский огород. Каждый год хорошо всходит. Но он у нас то же самое, как и петуния в гранулах. Его хорошо сеять. По одной грануле, как и петунию, раскладываем. И появляются всходы тоже где-то на пятый, шестой день. Его нужно сеять примерно за 6-7 недель до высадки в грунт. Его не надо сеять рано, потому что он перетягивается. Этот цветок очень сильно холодостой. Ему не нужна температура высокая. Его можно уже, например, выносить на балкон, где плюс 10 будет, плюс 12, плюс 8. И он будет там еще лучше расти и развиваться. Конечно, на светлом месте. Его нужно выращивать с максимальной подсветкой. Друзья, мы в февраль месяц, это уже третий месяц. Буквально заканчивается зима и будет скоро наступать календарная весна. В марте месяце будет все хорошо расти и развиваться. Можно также посеять однолетние вот такие вот цветы, как пенстимон гибридный, огненное очарование. Посмотрите, какая прелесть. Воронковидные цветочки у него соцветия. Очень такие мощные. Высотой эти кустики 80 сантиметров. Как и колокольчик однолетний. Вот такая вот чашка с блюдцем. Посмотрите, какая красота. Высота 80 сантиметров также вместе со соцветиями. Потом можно посеять также вот такие вот георгинчики низкорослые, веселые ребята. Тоже 15-20 сантиметров высота. Шикарно смотрится. Разноцветие цветов вообще. Буквально любой красивый. Левкой, очень ароматный. Бывает он высокорослый, бывает низкорослый. Все зависит. Если F1 гибридный, то, конечно, скорее всего бордюрного роста. Всевозможная раскраска. Буквально пахнет духами. Аромат бесподобный. Абриету можно посеять в середине, например, февраля месяца. Для альпийских горок мы посеяли ее тоже самое в 2-3 этапа. Многолетнее растение шикарное. Оттенки всевозможные. Также будем цинерарию сеять. Это примерно где-то в 20-х числах февраля. Растет она, конечно, хорошо. Крепкое растение. Всходит тоже прекрасно. Лаванду кто не посеял, можно посеять, друзья. Лаванда, конечно, в начальный период, она, конечно, немножко-немножко вытягивается. Но мы при пикировке ее, как следует, заглубляем. Ну, это на самом деле Вероника. Я немножко ошибся, но похоже очень сильно на лаванду. Друзья, ну, как и лаванда, так и Вероника, в принципе, это многолетнее растение. Тоже светолюбивое. У нее, посмотрите, какие сосветия, шикарные цветы. Тоже голубенького цвета, как и лаванда. Вот их можно посеять даже в феврале. Вы прекрасную рассаду вырастите. Особенно, если вы выращиваете для себя. Хотите вырастить. У вас будет, возможно, чуть поменьше рассада, чем у нас. Но вы при высадке в грунт, свою любую рассаду, вы не угадаете ее через месяц уже. Как только вы посадите ее в открытый грунт. Там максимально идет, хорошо развивается растение, нежели в стаканчиках. Высадите один раз, посеете, вырастите. Высадите, и у вас будет, поверьте, хорошая шикарная рассада. И будет свести очень красиво ваша клумба или участок. Также вот такая вот наперстянка. Она считается ядовитым цветком, но очень красивым. Посмотрите, какие прекрасные цветы. Они у нас, как колокольчики. Посмотрите, какие соцветия имеют растение. На перстянке она разная бывает. Сейте, высота метр двадцать, примерно кустики. В этом году мы тоже посеем, но мы ее посеем в двадцатых числах февраля. Можно сеять базилик, потом портулак можно начинать сеять в феврале. Он медленно растет, очень медленно. Бывает, конечно, портулак на первом этапе капризничает. В дальнейшем это заскоустойчивое растение высотой 10-15 сантиметров. Цветет абсолютно хорошо. Бывают сложные цветы, махровые. Бывает нет, бывают простые цветы. Но, тем не менее, любой портулак он по-своему красивый. Вот такой вот доротиантус. Это у нас хрустальная ромашка. Тоже посмотрите, какой бесподобный цветок. Его можно как по расцветкам купить. Вот, например, купить красный, желтый, оранжевый. А можно просто смесь окрасок. Шикарно всходит. Хорошо растет. Но если рано посеять, эта рассада цветов может сильно вытянуться. Чтобы этого не произошло, Сейте ее, как и бархотку, как и астру через рассаду, Примерно за полтора-два месяца, не раньше. Тогда у вас будет крепенькая рассада. Вы ее с интервалом 10 сантиметров друг от друга распикируете, Высадите в открытый грунт. И все. У вас будет праздничная клумба. Красивая, яркая, бесподобная. Друзья, вот такая вот камнеломка шикарная. Мы ее уже посеяли. Но также, если будут семена у нас в остатке, Мы тоже посеем. Потому что она медленно растет, развивается. Ну, шикарно. У нее красивые цветы и красивая сама форма куста. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Мы недавно совсем сажали ее, семенами сеяли. Буквально где-то три недели тому назад. И вот рассада сама подходит к моменту пикировки. У нее уже два настоящих листика. Можно еще 10 дней подождать. И по три растения аккуратно мы пикируем по отдельным стаканчикам. 200 миллилитровым. Я сейчас покажу, как выглядит камнеломка. Вы обязательно купите и посеете. Вот так выглядит кустик. Посмотрите, какие кусты набитые, прочные, плотные. И в то же время его можно высадить, камнеломку, на постоянное место. Цветет она или белым, или розовым, или красным. Представляете, как очень красиво будет на вашем садовом участке. Ее можно декорировать камушками. И высаживать, смотря какой у вас регион. Например, на солнечное место. Можно немножко притенять. У нас в Волгограде очень жаркая погода стоит. Буквально выжигает все солнце. И мы стараемся ее немножко притенить. Друзья, ну вот такой львиный зев, который я показывал в начале ролика. Посмотрите, какой он необыкновенный. И желтый, и красный. Двухцветный бывает, бикалор. Двухцветная окраска. Вот его можно посеять весь февраль. Как и петунию, в принципе, львиному зеву нужно всего лишь 2,5-3 месяца. До высадки в грунт у вас тогда получится шикарная рассада. Львиный зев неприхотливый. Он цветет все лето до морозов. Дальше у нас по списку вот такая вот пеларгония. Ее можно сеять в любое время, абсолютно. Самое главное, конечно, если вы хотите, чтобы она пораньше зацвела, и кустик стал хорошим, мощным, хотя бы дайте ей 3 месяца. Вот рассчитайте, вот, например, в феврале посеяли, февраль, март, апрель, май, где-то 3,5 месяца. И обязательно в начале лета зацветет ваша пеларгония, выращенная из семян. Также вот такую рубекию можно, рудбекию посеять. Метровый, метровое растение, вообще хороший, многолетний. Он бывает разноцветный, никогда он, в принципе, этот многолетник не надоедает. Друзья, вот такая вот будлея цветет и пахнет. Это шикарный кустарник, многолетник, высотой где-то 2,5 метра, высотой. Вообще шикарное растение. Бывают тоже разные белые, синие, розовые. Красивый любой по-своему. Шток розового такого можно посеять. Видите, это двулетнее растение, тоже неприхотливо цветущее. Ближе к концу февраля месяца мы начинаем сеять вот такие вот бархатцы. Это у нас высота бархатцев 15 сантиметров. Лимонная капля. Бывают они разные абсолютно. Сейчас большого разновидения, разновидность этих цветочков. Можно посеять свои семена. Но обычно мы за 2 месяца до высадки в грунт высаживаем вот такие вот цветы. Такие как бархатцы обычные, отклоненные, а также вот такую астру мы будем сеять в конце февраля месяца. Можно посеять свои семена, можно купить. Любые сейчас сорта, любые фирмы продают разнообразие этих цветов. Что еще, друзья? Ну, конечно, помимо цветов мы будем высаживать баклажаны с 10 с 13 февраля. Перец сладкий будем с 13 февраля высевать. А также помидоры начнем где-то после 23 февраля сеять на рассаду. Базилик, вот такой прекрасный базилик, можно начинать уже с середины февраля сеять для себя. Вот, что еще, друзья? Ну, по лунному календарю, конечно, я не сею, не сажаю. Я не выращиваю с его помощью цветы. Потому что цветы я сею каждый день буквально. Каждый день у меня идет перевалка, пересадка. В дальнейшем просто за всем этим невозможно уследить. Для всех нужно время внимания. Потому что если пишут в лунный, ну, как бы вам сказать попроще. Плохого я ничего не имею, не буду спорить. Кому-то помогает, кому-то нет. Но я лично им не пользуюсь. Потому что в нем написано, в этот день не работать, в тот день не сеять. А мне нужно работать каждый день сеять. Да, в великие праздники я не работаю, не сею. Но по луне я, конечно, не ориентируюсь. Я желаю вам, друзья, чтобы у вас все прекрасно получалось. Сеять и старайтесь. И не думайте, что, например, если у вас где-то что-то не получилось. Возможно, это не ваша вина. А вина в том, что семена попались несвежие. Или недобросовестный производитель. Всякое сейчас бывает. Со второй, с третьей попытки. Уверен, у вас все получится. Как и мы, заведите тетрадь. Обязательно заводите тетрадочку, записывайте в нее всю информацию. Когда сеяли, когда высаживали. И она вам всегда подскажет. Подскажет. Вы заглядите в нее. Это будет ваша шпаргалка. Это на самом деле очень важно. Не надо бояться. Не надо смущаться. Заводите тетрадочку. Она всегда вам поможет. Вот, посмотрите. Недавно я об окопу посеял белую. 27.01. Где-то примерно 8 дней прошло. Посмотрите, как бакопа, кто как называет, проросли семена. В одной грануле по 3-5 растений. Посмотрите. Мы ее, конечно, будем в момент пикировки разделять. И каждое растение будет отдельно у нас находиться в стаканчике. Желаю, друзья, успехов. Еще раз удачи, здоровья, крепкого. Всего наилучшего вам. Пока.